Сидел я как-то раз и переписывался с товарищем в интернете. И на вопрос, что делаешь, он мне отвечает, я ем. Я такой, а что ты ешь? И он говорит, печеньки. Я такой, блин, печеньки, тоже хочу. И он мне говорит, слушай, так зайди ты на такой-то, такой-то сайт, закажи себе заказ за 300 рублей, и тебе все домой привезут. Я думаю, блин, да это же отличный вариант, надо попробовать. И в качестве эксперимента я пишу маме, Мама, а давай-ка мы проэкспериментируем. На, вот тебе сайт, 300 рублей заказ, а я тебе сделаю ролик взамен. Мама говорит, давай. И вот такой мне пакет пришел спустя 2 часа после момента заказа. Что мне мама заказала? Это чай. Такой впервые в жизни вижу, чай Этре. Судя по накладной, он стоил 40 рублей 70 копеек. Едем дальше. Вафли от фирмы Яшкина. От фирмы Яшкина я ел только конфеты, и они мне, в общем-то, понравились. Такие вафли, газированные, хрустящие, стоят 30 рублей 50 копеек. В принципе, нормальная цена, я даже так думаю. Но 300 рублей выходит много чего. Есть также вафли с орешками. Стоят они немногим дороже, 31 рубль 10 копеек. Едем дальше. Я, на самом деле, не знаю, что мне мама заказала. Я вижу это все в первый раз. Это, по всей видимости, конфеты. Элегаль. Тут название. Стоят они 23 рубля. Ну, поднадкусываем, в общем, что посмотрим. О, это я люблю. Мама знает, что я люблю круассаны. Такие круассаны от Яшкина будут стоить 34,40. Неплохо. Люблю круассаны. Конфета с кокосовой начинкой в молочной шоколадной глазури. Кокос. Прикольно, конфеты я люблю. К чаю самое то. Стоят они 51,20 рубля за такую пачечку. О, сухарики. Сухарики Флинт со вкусом красной икры. Стоят они 21,90. И я вижу еще одни сухарики есть. Так, это никто. Вот еще одни сухарики. Они стоят 22. А, это гренки даже. Гренки, значит, такие. Дальше есть конфеты Джази. Я думаю, ну, что-то типа сникерсы, я так понимаю. Стоят они 27,90. И последний лот. Вафли. Обнакновенные. Вафли стоят. А, это вафли со вкусом лимон лайн 25,20. И, в принципе, за 300 рублей вот целый пакет почти пришел. Я думаю, это отлично. Особенно учитывая то, что мне никуда не пришлось идти. Я думаю, это шикарно. Вот такой вот мини-отчет для мамы. Мама, спасибо за то, что ты согласилась на этот эксперимент. Теперь я буду чуточку менее голодным. В общем, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч.